Музыка Конкретно очутится 9 сентября 1975 года в Мюнхене, где на Олимпийском стадионе легендарная Бавария во главе с самим Францем Бекенбауэром и Гердом Мюллером в рамке обладателя Кубка Чемпионов 1975 года в первом матче Суперкубка Европы принимала не менее легендарная киевская Динамо Валерия Лобановского и Олега Базилевича, которая в мае того же 1975 выиграла Кубы Кубков и где блистали в ту пору неудержимый Олег Блохин сотоварищи. День добрый, у микрофона Александр Елагин. Матч начался. Справа по картинке ворота Баварии, она играет в красной форме, ворота киевских динамовцев, слева у них форма белая. Этого матча советским любителям спорта увидеть, к сожалению, тогда не удалось. Не было организовано и радиорепортажа. Только в ночных новостях с 9 на 10 сентября по радио передали короткое сообщение о мюнхенском поединке между баварцами и киевлянами. Хотя телетрансляцию первого матча Суперкубка лицезрела в тот момент вся Европа. Это Детмар Крамер справа, главный тренер Баварии, слева один из руководителей команды Манфред Шван. Составы команд. Бавария. На тот момент четырехкратный чемпион Бундеслиги, двукратный обладатель Кубка чемпионов. В воротах Зепп Майер, первый номер. Оборона. Слева Удо Хорсман, номер два. В центре Франц Бекенбауэр, пятый, капитан команды. Четвертый, Ханс Георг Шварценбек. Слева Райнер Цобель, восьмой. Средняя линия. Слева Клаус Вундер, седьмой. Опорный Бернт Дюнбергер, третий номер. И рядом с ним Йозеф Вайс, шестой. Атака. Справа Карл Хайнс Руменеги, десятый. Слева Юб Капельман, одиннадцатый. И в центре Герт Мюллер, девятый номер. Главный тренер, как я сказал, Детмар Крамер, которому тогда было 50 лет. Самый что ни на есть боевой состав. Не хватает разве что травмированного Ули Хёнаса и в какой-то степени шведа Кони Торстенсона. Я буду говорить на данный момент, на момент 9 сентября 1975 года. У киевлян с составом были проблемы. И проблемы немалые. Итак, в воротах Евгений Рудаков, первый номер. Оборона. Справа Александр Дамин, седьмой. Слева Валерий Зуев, третий. В центре Михаил Фоменко, четвертый. И Стефан Решко, пятый. Полузащита. Справа Владимир Трошкин, шестой. Опорный Анатолий Коньков, второй. Чуть выше по схеме расположились Леонид Буряк, десятый. И капитан команды Виктор Колотов, девятый. Впереди в атаке Петр Слободян, восьмой. И Олег Блохин, одиннадцатый номер. Старшие тренеры Валерий Лобановский и Олег Базилевич. У киевлян какие были потери? Травмированы Виктор Матвиенко, Владимир Мунтьян и Владимир Онищенко. Хотя двое последних были включены таки в заявку на матч с Баварией. Дисквалифицирован Владимир Веремеев из-за удаления в гостевом полуфинале Кубка Кубков против Эйнтховена, который проходил в апреле 75-го. Судейская бригада из Италии во главе с опытнейшим и авторитетнейшим 42-летним Серджио Гонелли, который судил вот этот матч. Потом финал Евро-76, сейчас Олег Блохин врывается в трофную площадь, прострельная передача, нет, прострельная передача он делать не сумел, потому как Шварценбек в последний момент выбил мяч на угловой. Первый угловой в матче у ворот Мюнхенской Баварии. Так вот, Гонелла судил финал чемпионата Европы 76-го года. И, кстати, помните, немцы проиграли чехам в серии пенальти со знаменитым 11-метровым Антонина Паненки. И финал чемпионата мира 78-го, когда имели представление о мюнхенской команде. Это Румениги. Румениги. 19 лет было Румениги на тот момент. Бекенбауэр. Бекенбауэр делает передачу вперед на Цубеля и перехвачен мяч. Перехвачен Буряк. Пас вперед. Вперед рвется Олег Блохин. Но в последний момент в подкате Шварценбек сумел-таки выбить мяч за боковую линию. Отвечал за Блохина в том поединке. Именно Ханс-Георг Шварценбек. Но не один. Вы обратите внимание, что Шварценбеку постоянно приходили на помощь и Франц Бекенбауэр, и Цобель. Который выступал не только на правом фланге обороны, но и подключил. Играли футболисты Баварии. Очень часто Хорсман, второй номер, вот он сейчас бежит. Это левый защитник, но он часто оказывался на месте опорника. То есть нет такого жесткого каркаса, который просматривался у киевского Динамо. У киевлян все было предельно ясно. Бекенбауэр, придача на Хорсмана. Вот видите, где оказался сейчас Хорсман. И пас вперед на Мюллера. Атака Баварцев. И не смог Мюллер развернуться снова рядом с ним. Сделает пас на Румениге. Румениге в центре поля. Пас на Шварценбека. Шварценбек пошел вперед. Играет против Колотова. Капельман. Можно играть. Капельман вперед на Мюллера. И снова рядом с Мюллером вырастает фигура Стефана Решко. Его сменил Детмар Крамер. Вундер бросает из-за боковой. Бросает нахуй Дюрнбергера. Дюрнбергер сейчас пытается пробиться. Но там рукой. Вы наверняка заметили. Рукой дернул Дюрнбергера Владимир Трошкин. А потому Серджио Гонелло. Который, кстати, отработал замечательно в этом матче. Очень объективно, спокойно и четко. Сейчас Вундер будет исполнять штрафную удар. Подача. Прыжок. И здесь Михаил Фоменко. Отлично играет и Коньков. Коньков разгоняет атаку киевского Динамо. Справа Олег Блохин получает мяч. Олег Блохин. Его уже знают в Европе. Как он сейчас здорово уходит. Посмотрите. Великолепно прошел. Он Хорсмана. Робил. Ну и удар не получился. Сверхмеры. Но, тем не менее, Олега Блохина и его партнеров они уважали. Передача в переднюю линию. Но здесь, здесь нарушение правил было. А нарушение правил было как раз вот у Стефана Решко, который держал, попродержал руками Герда Мюллера. И сейчас Ганелла показывает штрафной удар. 9 метров. Очень опасный штрафной. Но иногда приходилось и так действовать против Герда Мюллера. Его, кстати говоря, Евгений Рудаков сравнил с собакой. Ну, он другого просто не мог понять. Как сейчас Герд Мюллер дает по воротам и попадает. Попадает в Слободяна. Она попала только в 65-м году. Первые сезоны прошли без Мюнхенской Баварии. В это сейчас очень сложно поверить. Но так оно и было. Сейчас передача вперед. На Слободян. На Слободян прыгает. И первый у мяча Зепп Майер. Так вот, вручая приз Герду Мюллеру этих чемпионов в 74-м, 75-м и 76-м годах. Вот последние два турнира Кубка Чемпионов выиграл клуб Bayern F 74-75. Но он уже дорабатывал за Уда-Латака, а потом третье место и седьмое. И он покинул Мюнхенскую Баварию в ноябре 77-го года. Сейчас вперед попытался пройти Владимир Трошкин. Внимание. А вот Владимир Мунтян сидит. Сидит жутник, массажер. Вот там вдали Самохин за массажистом. И Владимир Онищенко. Но они так и не сыграют, потому как травмированы. Я сейчас скажу, на каком месте шло Киевское Динамо после... Удар по воротам. Удар выпрыгивал Гюрдергер, но промахнулся. Довольно напережение играет. И здорово мяч этот выбивает. Новая атака. Канхальц Рубениги. Ловко. Подача. Высший ворот. Это и Еврокубки. Это и сборная страны. Ведь Лобановского с Бузилевичем представляли. Сейчас Дамин шел вперед. А это уже Бурят. Мяч отбивается за боковую линию. Так что и сборная страны, которая великолепно выступала в отборочном турнире чемпионата Европы 76-го года. Трошкин бросает. И здесь Коньков попадает во Франца Беккенбауэра. Угловой удар. Угловой идет 21-я минута. Подавать будет Леонид Буряк. Очень интересная история с Леонид Буряком. Вот как раз примитивно к этому матчу. Он об этом сейчас чуть позже. Сейчас смотрим, как будет исполнять Леонид Иощ. Вот этот корнер. Подача. Подача. И рядом не допрыгивает Шварценбек. Блохин. Подача. И вот момент. Посмотрите. Должен быть гол. Но Цобель. Цобель выбивает мяч буквально с линии. Хотя Буряк потом говорил, что все-таки увидел мяч за линией ворот. Но Ганелла. Вот мы сейчас посмотрим. Отличная прострельная передача. А вот акцентированный удар у Буряка не получается. Но Цобель успевает таким выбить мяч с линии. Но мне кажется все-таки, что гола не было. Гола не было, потому что Рот оказался вот за этой важной чертой. Как бы то ни было, вот такой был первый опаснейший момент на 21-й минуте. Получает травму и Колотов, и Дюрнбергера. Вот как раз именно в этом моменте. Удар поворотом. Бил Петр Слободян. Именно он пробил. Майер сразу не сумел зафиксировать мяч. Но я сравнивал Мюллера. Вернее, не я, а Евгений Рудаков. Сравнивал Мюллера с собакой. Ну а здесь, посмотрите, здесь можно сказать, что Блохин, как Коршун, тоже был практически рядом. Была налажена просто наилучшим образом. Жестко играет. Очень жестко сыграл Леонид Буряк против Йозефа Вайса. Вот он на ваших экранах. Йозеф Вайс. А штрафной будет прибивать Юб Капельман. Он чемпион мира, но он не играл. Был заявки, получилось. Вот сейчас, вот, пожалуйста, передача. Передача, и на какую-то долю секунды Мюллер не успевает к этому пасу. Стоит рядом с Рудаковым. Они друг друга прекрасно знают. Идет вперед. Цобель, Цобель, передача. Передача, и удар Капельмана. Так вот, закончу с Капельманом. Капельман, он был в заявке, чемпионской заявке. Получил золотую медаль чемпиона мира, но взяли приз. Косатака. Шварценбек пошел вперед. Посмотрите, Шварценбек, это он по центру рвался к воротам Евгения Рудакова. Так вот, Майер, трижды подряд. Адидас, они потом прислали факс Михаилу Ашимкову. Колотов делает передачу на левый фланг. Коньков смещается в центр. Подходит к штрафной площади Баварии. Пасует на Колотова. Колотов. Колотов против Кайзер Франции. Удар по воротам. Кому-то попало по загривку. Команду мечты. Вместе сообща. И вот удалось им это сделать. Сначала пригласили Лобановского. В Киевское Динамо он сменил Сан Саныча Сивидова на посту главного тренера. А Лобановский подтянул из Донецкого Шахтера Олега Базилевича. Лобановский до Киевского Динамо начал тренировать Днепропетровский Днепр. И, кстати, вывел Днепропетровский Днепр из первой лиги выше. Сейчас удар по воротам. Очень неприятный, однако. И вот отмечаем техника. Техника лова мяча. Посмотрите. Удар и удар-то с отскоком. И как четко фиксирует мяч. О том, как играет Бавария с матчами Баварии. Так вот, баварцы прислали сразу кассет 5-6 киевлянам. С такой, вы знаете, Повский. Сыграли в ничью 1-1. Игра была чрезвычайно жесткой. Сумасшедшая просто-напросто. И там вот как раз Мунькян получил травму. И вот даже заменил Лобановский Дамином. Уже на 40-й минуте. Сейчас не успевает Олег Блохинка этой передачи. Были удаления от оборона во главе с Михаилом Фоменко. Мюллера не видно. Напрочь. Вот однажды он блеснул, когда Капельман делал такую вот передачу на Мюллера. Конкретно на Мюллера там не успел Орешко. Но не успел и Мюллер. Слишком сильно был послан мяч. И все. Больше Мюллера мы с вами около штрафной площади Киевского Динамо не видели. Вот сейчас бьет Румениги по воротам. А рядом с ним был Валерий Зуев. В 68-м году, когда бразильцы играли матч против сборной FIFA. Нарушение правил. И сейчас с места левого крайнего там Гунелла делает внушение Анатолию Конькову. Они вдвоем в клеще взяли Клауса Вундера. И штрафный удар он назначает Сержио Гунелла. Он абсолютно справедливый. И вот с места левого крайнего Клаусу Вундер со своего родного места. Он левый крайний нападающий. Будет сейчас исполнять штрафной подача. И здесь вот так бьет по воротам. Это Цобель. Выпрыгивал. Однако, Евгений Рудаков. У Рудакова рост 190 сантиметров. Да еще поднятая вверх рука. Попробуй, попробуй его отпереди его смысл. Получил еще и по затылку. Райнер Цобель. Чтобы не лез в лодчину Евгений Васильевич. Бекенбауэр. Сейчас последние минуты первого тайма проходит. И вот удар по воротам. Посмотрите, какой очень неприятнейший удар Цобеля. Но мне показалось, что было положение в негре. Там поднят был флажок. Давайте еще раз посмотрим. Вот пас сейчас Бекенбауэра. И вот Цобель с разворота бьет по воротам. Очень неприятный удар. И здесь мяч попадает в стоку. Да, было положение вне игры. Поэтому свободный. Хотя момент был очень опасный. Евгений Рудаков вводит мяч года. Лучшим футболистом Европы забегает вперед. Так скажу назван кто. Олег Блохин. Об этом мы поговорим чуть позже. Во втором тайме. Сейчас Фоменко делает простыльную передачу. И мяч выкатывается за боковую линию. Вот на противоположный фланг. Сейчас будет бросать Йозеф Вайс из-за боковой. На Франца Бекенбауэра. Бекенбауэр пасует вперед на Герда Мюллера, который оттягивается аж на свою половину поля. И в это время раздается свисток на перерыв. Итак, 9 сентября 1975 года. Первый матч Суперкубка. Байер, Динамо, Киев. После первых 45 минут. Ничья 0-0. Сейчас. Продолжаем наш рассказ о первом матче Суперкубка 1975 года. Мюнхен. 9 сентября. Олимпийский стадион. Бавария принимает Киевское Динамо. После первых 45 минут. Ничья 0-0. Замена у Баварии. Вместо Дюрнбергера, третьего номера, центрального полузащитника, вышел Рот. Известнейший Рот. Центральный полузащитник по прозвищу Бык. Вот он как раз в 12 номер сейчас боролся с нашим футболистом. Из-за боковой вбрасывают киевляне. У киевлян замен нет. Но я уже говорил в первом тайме, что у киевлян проблемы с составом. С трудом, надо сказать, набрал Валерий Лобановский состав вот на эту игру. Анатолий Коньков бил по воротам Мюнхенской Баварии. Слободян. Бавария. Майер в воротах. Оборона. Хорсман. Шварценбек. Бекенбауэр. Капитан команды Собель. Полузащитники Вундер, Вайс. Вместо Дюрнбенгера вышел Рот. И впереди Капельман, Герт Мюллер и Карл Хайнц Румениге. Евгений Рудаков вводит мяч в игру баварским мерком. Стадион вмещает 70 тысяч, а присутствовало где-то 1035-1040. Слишком были высокие билеты, но высокие цены на билеты. Но тем не менее, тем не менее, хороший куш сорвали немцы. Удар поворотом издалека. Удар поворотом и мяч проходит мимо. Но тем не менее, получили неплохие деньги немцы. Два слова. Во время финального матча Кубка Кубков с московским Динамо в 1972 году. И УЕФА решил, что, в общем-то, будет неправильно, если он возьмет шефство над этим турниром, в котором будет участвовать дисквалифицированная команда. Тогда первый турнир выиграл амстердамский Аякс, победив в двух матчах Глазго Рейнджерс, 3 Аякс. И маневр партнера досконально. Куда бежать? Что делать? Немецких средств массовой информации. Руменинги с мячом. Руменинги на правом фланге. Передача на Бекенбауру. Бекенбауру черпачком так закидывает мяч туда, на границу штрафной площади. И здесь нарушают правила киевляния. Это Михаил Фоменко буквально сбивает с ног Юпа Капельмана. Жестко, но справедливо. И справедливый штрафный удар. Сейчас выполнять будет Франц Бекенбауру. И обратите внимание, как он будет это исполнять. Конечно, мастерство высочайшее. Шведой пытался послать мяч в верхний угол. Кайзер Франц не получил. Вот это вот смотрим. Буквально с двух шагов пытается закрутить мяч в ближнюю девять. Мы не видели прыгающего, ныряющего по углам Евгения Рудакова. А оборона играет выше всяких похвал. Сейчас Валерий Зуев нарушает правила против Капельмана. Но без этого футбол без нарушений не бывает. Сейчас Зуев вместе с Брюком делает небольшую стеночку. И штрафной удар Капельман исполняет. С места правого крайнего подает в штрафную подача. И мяч выносится из продюсов штрафной площади на подборе. Бекенбауер бьет поворотом, но бьет мимо. Снова никак не могут пробиться. Баварцы в штрафную киевлян. Снова около Мюллера мы видим Стефана Решко. Безошибочно играет оборона. Шварценбек. Шварценбек. Под давлением Олега Блохина. Кстати, вот опять же мы говорим о тотальном футболе. Вот это был настоящий тотальный футбол в исполнении киевлян. Олега Блохинку сыграл он действительно против Мюллера великолепно. Да и вот молодые ребята, Валерий Зуев и Дамин, которые на флангах справа Дамин, слева Зуев, отыграли этот матч восхитительно. Практически без единой ошибки. А ведь еще раз хочу сказать, что противоборствовали. Сейчас Блохин! Блохин! Вот момент. Первый такой очень неприятный момент. Гера на Олимпиаштадионе. Но? Уж то не сорвали, но стадион полностью не забили. Вайс с мячом. Вайс, на которого в первом тайме прикрикнул Франц Бекенбауэр и рвался вперед. И называли его бык за мощный удар и очень жесткую манеру игры. Франц Ротт, 12 номер. Вот он как раз сейчас в центре поля. Передача вперед. И удар поворотом в ближний угол. В ближний угол метил Вундер, но промахнулся. Хосман сбрасывает мяч с моего партнера. И Вундер врывается в штрафную и бьет. Но, во-первых, угол был закрыт. Сейчас Ротт посылает мяч на Акапельмана. Акапельман на фланге. И сейчас делает передачу на Ротт. Ротт бьет поворотом. Рикошет. И мяч вылетает на угловой. Вот он, Франц Ротт. 29 лет ему было на момент. На момент вот этого матча. Франц Ротт. А вообще самый молодой в составе. Вообще всех. Из всех. Для профессионалов. И не только с точки зрения престижа, но и с точки зрения бюджета. В конце концов. Сейчас Ротт падает. Нарушение правил. Цобель с мячом. Он на месте правого крайнего. Цобель пытался сделать предачу на Акапельмана. И вот атака. Зуев посылает мяч на Олега Блохина. Олег Блохин раскатывает атаку киевского динамо. Идет вперед. Идет вперед. Наш Шварценбека. Рядом с ним Вайс. Уходит Блохин от Шварценбека. И удар. Гол. Вот он. Гол Олега Блохина. Легендарный. Фантастический гол. Олега Блохина. Шварценбек оказался неудел. Рядом Вайс. Тут и Цобель прыгает. Хорсман опаздывает. И бьет. Бьет с левой. Блохин мимо Зеппа Майера. Феноменальный гол. Олега Владимировича Блохина. И 1-0. Впереди киевское динамо. Но рядом был Ганелло. Он не свистнул. Отпускает от себя мяч. Леонид Буряк. И сейчас мы с вами увидим любопытную картинку. Желтую карточку. Ганелло предъявляет никому-нибудь. А Францу Бекенбауеру. За несогласие с действиями арбитра. Франц Бекенбауер недоволен тем, что Ганелло не свистнул нарушение правил против его партнера. Вот вы обратили внимание, кто-то из киевлян. По-моему, это был Михаил Фоменко. Очень жестко пошел в подкат. А здесь сейчас Цобель бьет. В открытую бьет по печени Виктора Колотова. Посмотрите. Вот он неприглядный момент. Это совершенно четко был умышленный удар со стороны Цобеля. Но наш великий капитан остается в игре. И успокаивает Герт Мюллер, Виктора Колотова. Они хорошо знают друг друга. Я сказал, что Колотов забил тогда в 72-м году гол в ворота. И вот едва-едва сейчас мяч не попадает в сетку. Блохин не успевает. Ну а дальше извиняется Трошкин перед Зеппом Майером. Потому как Зепп Майер мяч-то чуть-чуть. Колотов стоит с мячом и делает пас вперед. Ну а здесь... Ой-ой-ой-ой-ой. Анатолий Коньков едва не убивает в буквальном смысле Румениги. Вот сегодня Конькову за этот прыжок двумя ногами на Румениги. Обратите внимание еще раз. Это стопроцентная красная карточка. Но Ганелла ограничился только предупреждением. Это Хорсман. Хорсман придача на рота. И рота идет. Посмотрите. Мощнейший удар. И ногой отбивает Евгений Рудаков. Такое ощущение, что не видел Рудаков этого удара. И тем не менее... Тем не менее Рудаков сумел среагировать на мощный выстрел. Франца рота из предела штрафной площади. Смотрим еще раз. Видите, закрыт был. Не видел момента удара. Не видел момента удара Рудаков. Но тем не менее успел так по-гандбольному вытянуть свою левую ногу. И отбил этот очень опасный удар. Тридцать минут второго тайма. Один ноль. Киев выигрывает у мюнхенской Баварии. Подача. Вообще, нужно сказать, что Бавария... Сейчас здорово. Рудаков кулаком технично выбивает мяч. Мюллер летел Коршуном. Лучшим игроком. Не вратарем, а лучшим игроком Германии. Рот. Рот с мячом. Рот разворачивается. Некому сделать передачу. Рядом Хёрстман. Но Рот пасует на фланг. И мяч доходит до Румениги. Румениги прострел. И как бросается. Но этот мяч Трошкин. И выручает. Выручает Киевское Динамо от прострела 19-летнего Румениги. И Дамин. Коньков. Коньков по сугу. По ногам. По ногам Блохину. Шварценбек. Вот она должна быть вторая. Желтая карточка у Баварцев. Но в данном случае Ганелла не стал раздувать. Здравствуйте. Вот смотрите. Сейчас получает мяч Блохин. И по ногам абсолютно, не стесняясь, бьет Шварценбек. Тремя защитниками я вот говорил. Сейчас удар поворотом. Такой опаснейший удар нанес киевский футболист. Это был Леонид Буряк. А тем Советским Союзом забил 13 голов. Колотов 10. Это вот к тому, что такое Колотов для команды. Для киевского Динамо. Это не просто капитан. Не просто поиграет. Когда в таком... Сейчас... Довольно опасно. Очень опасно. Сейчас выбегал Герт Мюллер. И прыгнул, прыгнул Евгений Рудаков. Довольно жестко было сыграно. И посмотрите. Детмарт Акрамер побежал. Вот здесь сейчас Мюллер. Мюллер и Рудаков. Видите, подкатывается. И здесь Рудаков... Ну, Рудаков здесь не нарушал правила. Здесь просто-напросто Мюллер врезается в Рудакова сам. К флангу идут киевляне. Слободян. Против него Вайс. Слободян смещается в центр. Слободян бьет поворотом. Вот так пробил. Потому как не видел продолжения атаки. Сегодня на трибунах присутствовало всего лишь где-то 1040. Штрафной удар назначает Ганелла. По свистку показывает он Францу Бекенбауру. Идут последние минуты матча. Ганелла отодвигает стенку. Вот на это расстояние. На 9 метров 15 сантиметров. Очень уверенно показывает. Такая мощная стенка. И Блохин в этой стенке. И разбег. Удар поворотом. И какой мощный удар справа наносит Франц Бекенбауэр. Мяч со свистом пролетает мимо. Давайте посмотрим еще раз. Вот здесь такая перепасовка. И Бекенбауэр. Да, попал. Попал Бекенбауэр. Попал защитника по персоналиям. Игра персональчик. Без единого фактически нарушения против Мюллера. Все время на опережении. Все время рядом с соперником. Не давай ему коснуться мяча. Очень четко играет. Но это вырос рядом с Мюллером Михаил Фоменко, который помогал. Белорежка страховала его им и Евгении Франке вручать кубок. Еще раз хочу сказать, что кубок это частный кубок. Кубок это газеты The Telegraph. Это не кубок UEFA. Не принадлежал он этот трофей UEFA. Но самое все любопытное. Что Франке должен был вручать памятные медали. Как победителям, так и проигравшим. Но дело все в том, что его багаж застрял в Вене. Он летел по маршруту Рим-Вена-Киев. И его багаж потерялся в Вене. И опоздал. Опоздал в Киев. И поэтому Франке вручил только кубок. А медали уже потом. Вот она победа. Вот она победа. 9 сентября 1975 года. Мюнхен. Олимпия. Штадион. Бавария проигрывает Киевскому. Динамо 0-1. Голом Олега Бласина на 67-й минуте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова